Если у вас будут вопросы, кстати, надо будет говорить их в микрофон, мне поможет сегодня Михаил, или вы поднимаете руку и вам микрофон передадут. Отлично, ну что, будем начинать. Ребята, всем добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Алексей Нужный, я кинорежиссер. Вы можете знать меня по таким фильмам, как «Огонь», «Я худею», «Пара из будущего», «Громкая связь», «Обратная связь», сериал «Ольга», сериал «Толя робот». Может быть, что-то из этого вы видели. Итак, Лёш, я знаю, что изначально ты выбирал другую профессию. Сначала ты учился на другую специальность. Можешь рассказать, пожалуйста, про это, что ты выбрал изначально и какой изначально начал свой путь? Ну, начнем со школы. Я учился во второй школе, вот мы с Мишей вместе учились во второй школе. И так случилось, что во второй школе мы занимались КВН. В моей семье отец и мой брат, они были инженерами. И, в общем-то, я рос в такой традиционной семье, и я человек с традиционными ценностями, и поддерживаю традиционные ценности. И мы как-то так договорились, что еще на стадии детском, что я буду инженером. Мы с мамой так договорились. Но как-то все пошло не по плану. Потом я поступил в политех, и мне так понравилось играть в КВН, что я стал играть в КВН, при этом участие на инженера. Но я никогда инженером не был. Но склад ума инженера мне очень помогает заниматься творчеством. То есть знания математики, знания физики, знания... Были у меня, кстати говоря, в студенческие времена неплохие знания химии. Это все мне помогало, давало мне объем в мышлении, создавая какие-то замыслы. Потому что так или иначе, каждый человек, у нас же у всех очень много идей. Мы же всегда живем, у нас постоянно какие-то идеи рождаются. Что такое идея? Это когда вы чего-то хотите. Вот рядом с идеей всегда есть слово «хочу». «Я хочу взять яблоко», «Я хочу есть», «Я хочу попить». Какой-то сигнал приходит, сигнал изнутри, оттуда, сигнал что-то сделать. И возникает желание «хочу». И вот в этот момент, когда возникает желание «хочу», здесь, вот в этом моменте возникает какой-то замысел. Это может быть связано с потребностью человека, а может быть просто реализацией какой-то идеи. Вот мы, например, вчера сыграли в КВН. Я уже 18 лет в КВН не играл. За 18 лет мы сыграли один раз 13 лет назад. А вообще в целом 18 лет. Но я занимался КВНом в институте. И вдруг я еду в аэропорт, и приходит мне вот этот сигнал. Я чувствую, мне хочется. И мы ехали с моим другом, и я ему говорю, а ты хочешь? У нас случился там пятиминутный диалог, но в целом он сказал «хочу». Я говорю, давай позвоним моим друзьям. Ну все, вот Катя позвонил, Миша позвонил. И мы все там в разных командах играем. И у всех эта потребность внутри жила, так же, как и у меня. И мы совпали в этой потребности. И вчера сделали офигенный просто концерт городу. Мы подарили большой праздник предновогодней городу, где зритель выходил из зала и говорил, что это был за 25 лет, самый крутой концерт. И вот это желание замысла, желание «хочу», если вы его не будете пропускать, а будете давать ему импульс, это, наверное, называется замысел. Но замысел случается, когда у вас есть, как мне кажется, я лично про себя скажу, замысел реализуется не просто на голой энергии, когда у человека есть энергия, и он на энергии свой замысел рассказывает, привлекает в этот замысел еще людей, еще, еще, и они все вместе этот замысел реализуют, как создание фильма, потому что фильм создать, это не один человек фильм создает, вы же понимаете, это огромная съемочная группа. Вот первого числа выходит мой фильм «Бременские музыканты», его делало тысяча человек. Тысяча человек делало фильм. И у этого фильма, за моими плечами, тысяча человек стоит. Работу многих из них не видно. Видно только на экране. И то даже, если я вам расскажу, а, вот этот человек вот это сделал, а, зритель может увидеть, посмотреть на это и сказать, а я даже это и не замечал. Вот. И поэтому, для того, чтобы замысел рождался, я так не просто витивато отвечаю на ваш вопрос, необходимы знания. Знания математики, знания физики, знания химии, знания русского языка, литературы. То есть, на самом деле, учеба, она очень важна. И знания инженерные мне очень сильно пригодились. Там, сопротивление материалов, деталей машин. Хотя я, если меня сейчас спросить, я вряд ли что-то отвечу по сути своей. Но, в целом, образ мышления, образ мышления инженерный, он очень необходим. Я просто очень часто сталкиваюсь, ну, я еще, когда учился, часто сталкивался с таким подходом студентов и школьников, когда студент не ходит на пару, на какую-нибудь, я не знаю, на биологию, предположим, да, он не ходит, и говорит, да, мне биология в жизни не пригодится. Вот, как бы, возможно, пестик и тычинка в жизни, как таковые, знания, как это все устроено, может быть, действительно не пригодится. Может быть, действительно не пригодится. Но образ мышления, как мыслит биолог в целом, то есть не смотреть не на буквы в учебнике, а смотреть в целом на склад ума, это может быть очень полезно по жизни. Поэтому я хотел быть инженером в школе и очень рад, что я им хотел быть. Получается, быть режиссером, это была такая потребность, можно ли так сказать, внутри? Нет. Или это было последствия? Нет. Понимаете, профессия режиссер, это не... Я сейчас не хочу сказать плохо о других профессиях. Например, профессия режиссер, это не бухгалтер. Бухгалтер – это дебит, кредит, посчитал, там все сопоставил, там тоже нужно быть очень внимательным. Это очень глубокая профессия, бухгалтер, хороший бухгалтер. Но режиссер – это тысячи профессий. Это как бы... И у этого нет предела вообще. Это режиссура – это вообще все. Вообще все. Это психология, это литература, это физкультура. Это потому что нужно очень быть в хорошей физической форме, просто элементарно быть в хорошей физической форме, чтобы вытащить армию из тысячи человек на протяжении пяти месяцев, работая с шести утра до восьми вечера. Нужен просто ресурс, чтобы это вытащить. Поэтому это умение писать, это умение говорить, это умение быть искренним, это умение ошибаться, это умение признавать свои ошибки, это юридические знания, это знания современных технологий. То есть если ты просто отстал на 10 лет, то все, у тебя нет прямого общения со зрителем. Ты делаешь такие фильмы, которые вряд ли современный человек вообще будет смотреть. Это знание вкуса, знание стиля, это дизайн, это большое количество профессий, профессий, в профессии режиссуры. Это, вот если так говорить просто про, ну, как бы про, даже про то, когда это ко мне пришло, вот режиссура, это ведь, это было еще в тот момент, когда мы в школе КВН ставили. То есть в школе просто не было режиссера. Мы вот собрались, там нас там, там пять человек, и должен был кто-то это поставить. Это либо учительница ставит, либо тот, кто это придумал. И поскольку у нас в школе не было, хотя, нет, у нас был одно время там парень из института, автор, но потом он ушел, и надо было, чтобы кто-то это ставил. И вот я взял на себя смелость взять и поставить на ноги текст. Вот это тогда, я думаю, с того времени началась на самом деле режиссура, потому что режиссура – это общение с людьми. Это вот мы договорились сейчас вчетвером, например, вот молодой человек, еще вот мои друзья Катя, мы договорились вчетвером сейчас что-то сделать вместе. Мы сейчас идем, я не знаю, там к директору, и мы вчетвером к директору сейчас говорим о том, что нам не нравится, как здесь кормят. и кто-то один берет на себя ответственность поговорить с директором. Говорит, я буду, ребята, стойте рядом, мне нужна ваша поддержка, а я сейчас буду с ним взаимодействовать. Моя задача – донести ему, что здесь невкусно, и нам нужно либо поменять повара, либо поменять качество продуктов. Поехали. Все. Это тоже режиссура, потому что я сформировал для себя задачу, вовлек в эту задачу других людей, и мы вместе, коллективно решаем какую-то сложность, какое-то преодоление. Нам нужно решить проблему. И я, как режиссер, своими фильмами я всегда решаю проблему. Есть проблема, я не могу молчать, я не могу с этой проблемой жить. Например, бременские музыканты, желание снять бременские музыканты, кроме того, что мы с детьми пели песню, когда ездили в школу и в сад, еще родилось с того, что мы смотрели семейные фильмы, и мне, как отцу, было скучно. Я такой, а почему они семейные тогда называются? Они же должны называться детские. Мне вот скучновато. Я смотрю семейное кино, и мне как бы скучно. Я это делаю из-за должения к детям. Типа мы вместе должны посмотреть. Но это же на самом деле как бы лукавая ситуация. Семейный фильм – это когда интересно всем. И все смотрят, и все потом это обсуждают. И говорят, а я про это понял. Нет, ты неправильно понял, а я вот так думаю. Есть какая-то дискуссия. И вот бременские музыканты, я вас всех 1 января приглашаю в кино. Хотел сказать, с вашими детьми. Ну, в общем, у кого есть, они с удовольствием. У кого есть родители, с родителями сходите, ребят, или сами. Я уверен, что вы почувствуете вот этот момент, когда это и взрослым интересно, и детям. Вот такой у меня был запрос. Хотелось такое создать. А вот чтобы немного чуть-чуть пояснить, вот в чем разница, наверное, даже не разница, а пример вот хорошего семейного кино. Ну, например, на мой взгляд, хорошее семейное кино, это Гарри Поттер. Например, я взрослый, я смотрю Гарри Поттера, мне нравится он. Я смотрю Властелин колец. Там, ну, Властелин колец, там, по-моему, есть ограничения, то ли 12, то ли 16 плюс. А Гарри Поттер, я не помню, по-моему, 6 плюс. Ну, то есть, от 6 лет, вот моим детям там 6 и 11, они с удовольствием Гарри Поттера смотрят. И я с ними с удовольствием смотрю Гарри Поттера. Из российского кино... Не, причем я сейчас завис не потому, что у меня есть какой-то скепсис, я сам часть российского кино, я стою на страже российского кино, я российское кино двигаю, я просто не могу сейчас ничего так в пример привести. Я, кстати говоря, не видел сейчас по щучьему велению сказку. Может быть, вот это, кстати. Но вот Чебурашка, например, был скучен моей дочери 11-летней, а он просто был ей скучен. Вот. А 6-летний очень понравился. Поэтому семейное это кино, с одной стороны, да, а вот чуть постарше ребятам уже, наверное, скучновато. Вот ты говорил, что кино — это синтез разных профессий, что нужно разбираться во всех профессиях, чтобы сделать. Какая была сфера деятельности, в которой нужно было разобраться, о которой бы ты никогда не подумал, что жизнь тебя с этой сферой деятельности столкнет? Так это любая профессия, вообще всегда. То есть, условно говоря, я строю декорацию. Вот мы в бременских музыкантах построили декорацию. Катя вот приезжала. А, Катя, ты не видела ее. У нас был построен до того, когда ты приезжала, вот это вот большая фестиваль, у нас был построен город Бремен. Мы на строительство этой декорации потратили 150 миллионов рублей. То есть, это огромный город, в котором есть там 100 домов, улицы, и это все выглядит очень натурально. Вы увидите в фильме. Чтобы это построить, построить целый город, нужно было разобраться в дизайне и стиле того времени. Я очень много смотрел, разбирался, какая архитектура, детали, даже, например, костюм. Костюм. Нам нужно 300 человек массовки как-то одеть. Как вот их одеть? Они как должны выглядеть? Что за юбка? Чтобы это было аутентично. Что за кардиган? Какая шляпа? Прическа какая должна быть? А вот что произойдет, если пренебречь какими-то такими деталями? Ну, я вот вам рекомендую посмотреть мою первую короткометражку. Она называется «Конверт» с Кевином Спейси. Вы посмотрите, как там военные выглядят, и вы поймете, что я не разобрался. Там как бы один НКВДшник там из этого времени, другой там из 45-го года, а на этом костюм современный. Ну нет, там в другое время я еще снимал в Лос-Анджелесе, в Америке в 2012 году у нас не было бюджета, и найти три одинаковых костюма НКВДшника было сложно. Ну, то есть их просто не было. И мы они нашли один, а их там трое. И поэтому кто в чем одет. Мы смотрели с ребятами как раз-таки эту короткометражку, конверт смотрели, и хотелось бы узнать подробнее про производство ее, про историю ее создания, и про работу вообще с самим Кевином Спейси. Был конкурс в 2011 году, когда вот его продакшн, он тогда назывался Trigger Street Production, на улице Trigger Street была их компания основана. Они сделали такой мировой конкурс, где каждый может поучаствовать, написав сценарий на семь страниц. То есть семь страниц вы пишете на английском языке, отправляете им, если он им понравился, проходите в следующий тур. И там было отправлено, я не знаю, 500, может, тысячи короткометражек, и моя короткометражка победила. Она сначала вошла в 20, потом в 10, потом в 3, потом там разные видео, интервью, задания, куча каких-то вопросов, постоянные скайпы с ними, общение, 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 и в итоге через два месяца мне сообщили, что этот конкурс победил, мне придется ехать, делать визу и ехать в Америку. Но я вам скажу, что производство фильма в Америке не сильно отличается от производства фильма в России, вообще не сильно. Я вам даже скажу, что в России некоторые просто департаменты намного качественнее, чем в Америке. Просто в Америке большое количество специалистов, надо понимать, вот еще глубже я скажу, в Америке живет 300 миллионов человек, не в Америке, а в Соединенных Штатах, 300 миллионов человек. В нашей стране 140. То есть нас просто меньше в два раза. У них киноиндустрия развита, поскольку их английский язык является главным языком в мире. Кино это инструмент популяризации своей культуры, американской культуры, своего языка. и они очень много денег тратят на то, чтобы киноиндустрия была в основном в Соединенных Штатах Америки. То есть они хантят большое количество специалистов по миру. Хороших режиссеров, хороших сценаристов, хороших продюсеров. Я отказывался ехать и работать в Штаты два раза. Первый раз, когда я снял короткометражку «Конверт», я не захотел оставаться. Хотя сначала я захотел остаться, потом моя бывшая жена, она сказала, что у нее, ну, она не могла въехать в Штаты, потому что она там уже жила и нарушила закон с визой, и ей был запрещен въезд. А второй раз мы попробовали податься, но нам не дали, и я вновь остался. И я считаю, что слава Богу, тогда я был слишком глуп, поэтому и хотел ехать. И я был, я думаю, я уверен, что, например, я бы не смог снимать такие фильмы большие там, как я снимаю здесь, потому что я просто не знаю того культурного кода. Просто я не внутри этого культурного кода, я в целом внутри культурного кода России. Я понимаю, как устроен русский человек, или думаю, что понимаю. И мне хочется в этом разбираться, и мне хочется создавать эмоциональные состояния для русского человека. Я думаю, что американский человек по-другому устроен. И поэтому я очень рад, что так все сложилось. Но специалисты в России, которые создают кино, они на самом деле, например, операторская школа. Операторская школа в России вообще не слабее, чем операторская школа в Соединенных Штатах, потому что у нас очень сильная операторская школа. У нас, я думаю, слабее это департамент сценаристов, потому что в Америке их просто очень много, много писателей, и там другого порядка гонорары. Быть сценаристом в России очень непросто, потому что написать качественный сценарий, чтобы у тебя его купили, это нужно научиться писать. А чтобы научиться писать, это надо потратить 10 тысяч часов. 10 тысяч часов над чем-то работать, а 10 тысяч часов, например, 10 лет. Что делать эти 10 лет, где зарабатывать деньги, чтобы продать сценарий. То есть здесь есть одна неувязочка, которую нужно преодолеть, чтобы прийти к, ну, как бы забраться на эту гору. На вертолете туда не поднимешься, как бы быстренько, надо вот падая туда забираться. Поэтому, ну, вы же знаете тему 10 тысяч часов, да? Наверное, нет, не знаете? 10 тысяч часов, это когда ты работаешь с определенным интересом к определенной теме 10 тысяч часов. После 10 тысяч часов ты становишься как бы профессионалом этого дела. 10 тысяч часов – это 10 лет. Вот, если прыгая с профессии на профессию, то 10 тысяч часов начинается именно с того момента, когда ты впрыгнул в новую профессию. Расскажи, пожалуйста, вот, меня очень затронула мысль про чувство русского человека, про то, что тебе понятен этот культурный код, а есть ли у тебя какие-то твои цели и мечты относительно российского кинематографа? Ну, мне очень хочется, ну, во-первых, надо понимать, что сейчас российский кинематограф на подъеме. Сейчас российский кинематограф испытывает очень хорошие времена, потому что все американские фильмы ушли с рынка, залы в кинотеатрах освободились, и снимай, показывай кино, зрителю нужно развлечение, и даже самые незаметные фильмы сейчас очень хорошо себя показывают. То есть те фильмы, которые раньше вообще были незаметны, вы бы никогда их не увидели в кино, три зала, дай бог, там по всей России их покажут, то сейчас эти фильмы отбивают свои затраты, скажем так. То есть это как бизнес кейс становится успешным, даже самое невзрачное. Например, я вам могу привести такой успешный кейс в Тюменской области. Ребята, у них было какое-то рекламное агентство, Тюменское рекламное агентство, вообще небольшое. Они снимали какие-то маленькие ролики, какие-то заказы для компаний и также политические интервью, то есть государственные заказы. И вдруг они захотели снять фильм. Один рекламный режиссер, который у них постоянно снимает рекламу, у него появилась амбиция снять фильм. И они написали короткометражку, нашли деньги на то, чтобы ее снять, они снимали рекламу, бюджет подкопили, сняли короткометражку, неплохую, прям неплохую, у себя в Тюменской области. Я эту короткометражку увидел, и они на основе этой короткометражки написали полнометражный фильм, полнометражный сценарий и подали его в Министерство культуры, обратились за поддержкой. Они посчитали бюджет фильма, бюджет фильма был 65 миллионов, и они обратились за поддержкой в Минкульт, чтобы те поддержали их и дали им 30 миллионов. Они позвонили мне, поскольку я к ним в Тюменскую область приезжал читать лекцию, вот так же. Они как рекламное агентство меня пригласили для творческих людей Тюменской области прочитать им лекцию, как делать кино. только я там уже более предметно рассказывал, как это делать. И им это очень понравилось, и они меня позвали художественным руководителем своего проекта. То есть, чтобы податься в Министерство культуры, им нужна влиятельная фигура, которая их поддерживает, которая стоит за их плечами и бдит, чтобы они не совершили ошибки, что бюджет 30 миллионов, а это наши налоги, был потрачен эффективно. И я подключился к их истории, в момент производства дал им несколько важных рекомендаций, что сделать, чтобы не ошибиться, и они сняли фильм в Тюменской области с бюджетом 65 миллионов. Они сняли такой фильм, что его показывало во всей России 1200 кинотеатров. Этот фильм про Тюменскую область с тюменскими актерами, я им только единственное помог подтянуть Иру Горбачеву, актрису, они попросили, чтобы я с ней поговорил, чтобы она снялась у них в эпизоде три съемочных дня. Ира Горбачева, еще там несколько артистов, таких на лицо более-менее известных, но в основном тюменские артисты. Они сняли фильм, и по всей России показывали фильм, недавно он выходил, называется он «Папаша в бегах». Не знаю, показывали здесь Ишкорлеевы или нет, может быть, здесь не показывали, но 1200 кинотеатров по всей России. В Петербурге, да? Вот. Вот Леша, мой друг, из Петербурга приехал. И они потратили 65 миллионов, и их бизнес-модель была устроена так. То есть они этот фильм продали на платформы за 60 миллионов, и еще в кинотеатрах собрали, по-моему, 40. То есть они еще как сами молодые кинематографисты, ребята, сделали успешный бизнес-кейс в регионе. и теперь то, что они сделали, привлекает внимание деятелей, любителей кино из других регионов. Теперь к ним за компетенцией приезжают из других регионов ребята. Поэтому вот это, например, суперудачный кейс. Мы уже тут какое-то время разговариваем. Может быть, у кого-то из вас появились вопросы, которые вы очень хотите задать. Ребята, если есть вопросы, давайте. Да, пожалуйста. Так вот, Таня. Здравствуйте, Алексей. Во-первых, спасибо за вчерашний кевен, было классно. Во-вторых, перехожу к вопросам. Вы сказали, что идея это некий внутренний порыв, который нельзя не реализовать. А каким образом вы отбираете из множества идей ту самую, которую вы хотели бы превратить в фильм? Это первая часть вопроса. И вторая, как у вас в команде происходит работа над сценарием? То есть от идеи до готового сценария. Первый фильтр это время. То есть когда есть замысел, если он подлинный, то он будет бурлить и через неделю. Потом можно еще время дать. И очень важно этим замыслом делиться. Видеть, что люди, что в их глазах происходит, когда вы рассказываете. Я всегда рассказываю свои замыслы. Вообще не боюсь, что у меня кто-то что-то украдет. Вообще никогда. Вообще никогда не боюсь этого. Я просто рассказываю и вот я могу рассказать, я с удовольствием вам расскажу один из замыслов. Я с большим удовольствием сейчас хочу снять фильм и популяризировать такого, я считаю, вообще такого героя в России, такой архетип Дед Мороз. Я вообще хочу снять фильм про крутого Деда Мороза. У нас вообще в России есть Дед Мороз. Его знают от мала до велика. Это вообще супергерой нашей страны. Супергерой. У него просто невероятная команда. У него есть Снегурочка, у него есть Снеговик, у него есть трое лошадей. Это просто я недавно снимал рекламу, потому что за нее очень хорошо платят. И люблю не отказываться от того, чтобы снимать рекламу, потому что реклама это во-первых упражнение, ты все время что-то в короткой форме сделаешь. Это как ты бежишь все время на длинное расстояние, но кто-то предлагает сбегать в магазин. Это что же есть возможность сбегать в магазин, чем идти пешком или сделать доставку. Поэтому я бегу в магазин, мне еще за это платят, я возвращаюсь и получаю классный результат. Поэтому я вот, например, для Банка России, есть такой Банк России, в основном в Петербурге они, и я для них снял короткометражку новогоднюю про Деда Мороза. И снимая эту короткометражку, готовя ее, я подумал, блин, это же вообще классный герой. И я очень хочу снять фильм про Деда Мороза в таком, знаете, в духе картин Васнецова, чтобы это было, знаете, прямо по-русски, чтобы ели снег, сугробы, Дед Мороз в духе сказки Морозка. Как бы такой. И сделать вот как бы такую русскую как бы ну вокруг Деда Мороза построить такой русский эпос как бы. Пока даже не знаю, как это будет называться, Дед Мороз или Морозка, может быть, на основе сказки Морозка. Там просто есть такой сюжет еще гуляющего русского парня, он просто в моем сюжете не нужен. Но Дед Мороз спасающий планету и сделать это в каком-то таком прям масштабе, масштабный такой фильм. Не просто местечковый там отец переоделся в Деда Мороза, накинул халат и в джинсах ходит, а вот настоящий. Мне кажется, это может быть круто. И я бы с удовольствием с детьми пошел на такой фильм. А отзыв это пришел от того, что я состою в группе, в школьной группе родителей. И родитель один пишет, завтра мы делаем для наших детей игру Тайный Санта. Я пишу вопрос, а почему Санта? А почему не Дед Мороз? Ой, такой вопрос переводит. Давайте Тайный Дед Мороз. И мы решили сделать Тайный Дед Мороз. Но вот просто это же тоже в мышлении, это уже в наших головах. Санта, Дед Мороз, да какая разница? Давайте Санту возьмем. А это же вообще не наш герой. Это же герой вообще не нашей страны. И объяснить ребенку, что наш это Дедушка Мороз, что у него есть свой характер, что он не ездит в автомобиле Кока-Кола, а он ездит как бы на упряжке, это трое лошадей, у него есть внучка, у него есть снеговик-помощник. Это может быть так классно, там может быть говорящий волк появится в лесу. То есть там очень много вокруг этого какого-то нашего культурного кода. И об этом это распознать и рассказать, это, мне кажется, крутая задача. Вот. Я стараюсь об этом вообще не стесняясь говорить и видеть интересно это или нет. И если я вижу обратный интерес, значит, это надо развивать. Поэтому это называется питч. Запитчить идею. Питч это бросить мяч, типа, когда в бейсболе мяч бросают, а другой отбивают. Я запитчил, а тот отбил. Или у нас это называется презентация, наверное, презентация. Вот так. Еще вопросы? И вы еще спросили про сценарий. Вот когда этот замысел в рассказе, я рассказываю, я рассказываю, видите, я сейчас вам рассказал, и у меня еще в рассказе появился волк. А я до этого волка не учитывал. В рассказе сейчас волк появился, то есть у этого скелет, он мясом обрастает. По чуть-чуть, по чуть-чуть, и где-то в каком-то рассказе, я уверен, у меня появится сюжет. Сюжет просто. Что конкретно Дед Мороз хочет, с кем он борется и с кем он сталкивается, в чем заключается его испытание. Потому что мы живем, наша жизнь, да что же драматургия, мы все время сталкиваемся с испытаниями. Мы их либо принимаем и перешагиваем, либо убегаем, либо замираем. Есть три реакции на испытания. Я предпочитаю всегда испытания перешагивать, справляться с ним. И мне нравится, когда у героев есть испытания. У меня появился вопрос как раз-таки про сценарий, про сюжет и про испытания. Как сделать так, чтобы твой сценарий или твой рассказ вообще дослушали до конца или дочитали его? Есть несколько. Во-первых, это всегда непросто. Надо понимать, что для того, чтобы твой рассказ дослушали до конца, если это история, то, конечно, у этого есть несколько правил, подсказок. Сразу надо обозначить, кто главный герой. Вспомните анекдоты. Чапаев что-то делает. Мы сразу обозначили время, мы сразу обозначили эпоху, это называется сеттинг, где это происходит. И мы сразу обозначили героя. И слушатель уже внутри этого сеттинга, с этим героем. И с ним что-то происходит. Первое всегда – это герой. Вот если вы вчера были на КВН, вот у нас было музыкально-домашнее задание. Это вообще классическая драматургия. Есть ситуация. Я вам сейчас расскажу наш сюжет. Все знают о том, что переписывается школьный учебник истории. Отвечает за новый учебник истории бывший министр культуры Владимир Мединский. И мы показываем сюжет, как Мединский ночью дома переписывает учебник истории. Приходит жена, его поддерживает, значит, целует его, она ему надоедает, он ее гонит. И тут вдруг выходят четыре человека в национальных марийских костюмах, в национальных шапках какие-то там с музыкальными инструментами. Кто-то в шлеме рыцарском приходит и говорят, напиши про нас, пожалуйста, один параграф к нему. Прям докопались до него. Он говорит, а вы кто такие? А мы говорим, мы барийские богатыри. Там Чумбулат, Кокша, Анар, Мамич Бердей, Байборода Никита Иванович. Про нас вообще никто не пишет. А мы очень хотим. Мы обозначили героя и мы обозначили желание. Чего они хотят. И теперь мы наблюдаем за тем, как они этого добьются. Это и есть сюжет. И в этом сюжете есть препятствие. Это называется брешь. Препятствие. Ты идешь в магазин, дорогу перекопали. Препятствие. Что ты будешь с этим делать? Пошла в поликлинику. Врач заболел. А тебе очень надо. А его нет. Что будешь с этим делать? Дальше действие героя. Как герой действует, чтобы справиться с этим препятствием. И там все по классике драматургии. Они пришли к Мединскому. Мединский их отправил к Путину. Они приехали к Путину. Путин говорит, а я тут при чем? Вы с людьми простыми поговорите, со школьниками. Они поехали к школьнику. А школьник фанат супергероев американских. Он вообще все это не любит. И их задача убедить школьника, что они круче, чем американские супергерои. Кокша, Анар, Чембулат. И это прям сюжет. И внутри этого сюжета уже есть шутки, уже есть какие-то актерские отыгрыши, поворотики, какие-то развлечения музыкальные, песни, пляски. И, конечно, у этого в конце должно быть очень эмоциональное, яркое завершение. Эти ребята, богатыри, должны своего добиться. Им даже уже не важно, напишут про них или нет. И они получили любовь школьника, который сказал, вы крутые, вы круче, чем даже те. Почему я про вас ничего не знаю? Я хочу про вас прочитать. Желание пацана прочитать про них, это и есть их награда. И так было устроено наше музыкально-домашнее задание, которое вы видели. И это музыкальное домашнее задание в такой форме, в форме такого рассказа победило. Но я не считаю, что конкретно мы победили. Там все команды были классными, на мой взгляд. Там действительно все были достойны победы. Но так вот оценило жюри. Спасибо, спасибо. Еще вопросы? Влад? Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Влад. Влад, уверен, меня зовут Влад. Влад. Хорошо. Вы упоминали сегодня свою короткую метражку с Кевином Спейси «Конверт». Но я надеюсь, уже можно заспойлерить сюжет. В принципе, уже 10 лет прошло. Так вот, я хотел бы задать такой вопрос касательно концовки этого фильма. Как все-таки главный герой, поехав в Одессу, оказался в Новой Зеландии? Влад, я вообще уже не помню. Ты сам сказал, 10 лет прошло. Я вообще предпочитаю стирать все, освобождать мой разум для чего-то нового. Мне сейчас задай вопросы про фильм «Я худею», который я снимал в 2018 году. Я вообще уже не помню. Это не в смысле, что я забыл всех своих детей. Нет, я просто, я даже не помню там, какие сцены за какой идет. Какая сцена за какой идет. Давай какой-нибудь еще, если есть вопрос, то я с удовольствием отвечу. Да, есть такой общий вопрос. Вот всегда было интересно, когда трейлер фильму выпускается, вот насколько сам фильм уже полностью готов? Ага, хороший, кстати, вопрос, Влад. Смотри, вот мы снимаем фильм, как устроено. Мы снимаем фильм, и он на площадке, когда мы снимаем, он там уже монтируется. Это конкретно моя практика. Некоторые режиссеры не монтируют. Они не могут с этим столкнуться. Им слишком не нравится. Потому что режиссер – это перфекционист. Надо понимать, что профессия режиссера – это тотал контроль. Это человек с болезнью контролировать. Я прямо провожу большую духовную работу, чтобы уметь эти канаты, которые я тяну, прям уметь их отпускать. Это прямо гигантская куча упражнений я для этого делаю. И то не получается. И многие режиссеры, и я в том числе вначале таким был, я прям не мог смотреть. Вот я снимаю, и тут прям монтажер монтирует сцену. Я смотрю, и я такой, капец, какой ужас. Это просто невыносимо. И это такое чувство гнева, злости на то, что ты делаешь, а тебе не нравится. Ну, не знаю, это как, понимаешь, ты делаешь одежду, она тебе не нравится, ты ее надел и в ней идешь. Вот это просто, это можно с ума сойти. Это реально можно с ума сойти. Я проделал внутри себя большую работу, чтобы научиться на это смотреть без претензий. Так вот, я монтирую прямо на площадке, я снял, и в конце съемочного дня я уже вижу сцену. И когда я весь фильм снял, это называется черновой монтаж. Мы просто соединили все сцены, и фильм очень неровный. Он прямо, ну там, в любом же фильме, как в любой драматургии, должен быть баланс. Ты понимаешь, о чем фильм, и мягко как бы ведешь к самой главной сцене. Ведешь, 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 ведешь. Это как песня. Поешь, 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 и в конце должна быть кода. Должен быть самый мощный припев. Потому что любая песня тоже драматургия. И вот я подвожу к этой сцене вот так. Ну как бы правой рукой левое ухо чешу. Эта сцена вообще не нужна по итогу, потом оказывается. Эта сцена, ее надо делать перебаланс. Потому что в этой сцене сейчас вот этот герой главный, он перетягивает на себя внимание. А надо, чтобы вот этот был. Как бы это все можно делать на монтаже. И это непростая, очень ювелирная работа. И когда у меня есть черновой монтаж, я этот черновой монтаж отправляю на трейлер. То есть я монтирую фильм, а у меня уже, может быть, готов первый трейлер. И так было в «Бременских музыкантах». И он отправился уже в работу. И смонтировав фильм, я понимаю, что, блин, я даже трейлер неправильно сделал. Надо было по-другому сделать трейлер. Я все фильм уже смонтировал. Думаю, о, все, я понял, все, как должно быть. То есть фильм на самом деле рождается три раза. Первый раз на сценарии, второй раз, когда ты его снимаешь, и третий раз, когда он уже смонтирован. И это могут быть вообще три разных фильма. По итогу. Бывает и такое. Бывает такое, что ты имеешь один сценарий, снимаешь вообще другое. Потому что на площадке рождается другое. Лучше или живее. Или ты думаешь, что лучше и живее. Потому что, блин, не то. И что-то пытаешься из этого как-то, не знаю, выбраться из этой теперь ошибки. И потом на монтаже он может быть тоже другой. Это большая удача, когда фильм и в сценарии, и в съемках, и на монтаже одинаковый. Это большая удача. Это значит, что режиссер понимает, что он хотел сделать. И делает это. Бывает же, что у фильма выходят два трейлера. Первый на начальной стадии, как раз, когда они собрали фильм. Черновой монтаж. Второй, когда он уже готов. А бывает такое, что делают трейлер, даже сняв полфильма. Очень часто, например, американская практика показывает. Я вот знаю многих режиссеров, я слежу за некоторыми хорошими режиссерами. Они еще снимают фильм, а уже вышел трейлер. То есть, это говорит о том, что рядом с производством есть очень мощная маркетинговая компания. Называется дистрибьютор фильма. Дистрибьютор – это вот вы произвели молоко, а сеть магазинов – это дистрибьютор. Вы пришли в сеть магазинов «пятерочка» и говорите, я молоко клевое делаю, у меня 2000 голов. Я могу обеспечивать вас молоком миллион литров в год. Берете? Они говорят, да у нас этого молока еще вот так, нам молоко не надо. Ушел, приходишь с сыром. И пытаешься найти дистрибьютора для себя. Кино – то же самое. Я произвел продукт. Мы потратили на бременские музыканты 1 миллиард 300 миллионов рублей. Мы сделали продукт. И мы с этим продуктом приходим к дистрибьютору и говорим, это наш продукт. Они посмотрели в России 10 дистрибьюторов. И поскольку продукт качественный, каждый дистрибьютор захотел себе этот продукт. Потому что они знают, что они как дистрибьютор, получая процент, свой процент, у них есть свой процент, 10 процентов, они хорошо заработают. И все захотели. А если продукт средний или слабый, они еще так, нужно ли вообще этим заниматься. Поэтому кино очень важно снимать качественные. И вообще по жизни очень важно делать качественные продукты. Ты сделал качественную одежду, ты приходишь в любую сеть магазинов и говоришь, возьмите мою одежду. Они смотрят, какое качество. Они на себя одевают, им нравится. Они все захотят работать с вами сразу. Но чтобы сделать хорошее качество, ведь надо знать, как его сделать. Это значит, мы вновь обращаемся к знаниям. Вновь к знаниям. На мой взгляд, талант оттачивается знаниями. Он оттачивается, оттачивается знаниями, знаниями, знаниями и рождается гений. Вот, например, чем, как определить потом, чем талант отличается от гения. Вы знаете, чем талант от гения отличается? Очень простая метафора. Я могу рассказать. Вот стреляет из лука талантливый человек. Стреляет и попадает в десятку. И все такие, о, талант. Вторая стрела в десятку. Третья стрела в десятку. Берет стрелу гений. И стреляет мимо. Все куда-то шлепают за стрелой. Приходят, а он через километр в дерево, в дупло попал. Вот это гений. Потому что он туда целился. Потому что то, что он сделал, сразу может быть и непонятно. Но когда вы пойдете за стрелой, вы поймете, что он гений. Пойдете за его мыслью, за его замыслом. А вы поймете, что он гений. И эта стрельба, чтобы попасть в дупло, это тоже оттачивается при помощи знаний. Знание, даже знание самого себя. Это что же знание? Знание понимать, кто вообще вы есть. Что вы за человек. Что вам интересно. Что вы ненавидите. Что вы любите, что не любите. Как вас... Чем вы заражены вообще. Потому что, например, лень, это же как бы заражение. Это же отсутствие энергии. Почему энергии отсутствуют? Почему вы ленитесь идти в институт или ленитесь делать зарядку? То есть вы чем-то заражены. Что с этим сделать теперь, чтобы от этого преодолеть это? Чтобы была энергия. Чтобы была энергия делать тот или иной проект. Поэтому и знания самого себя очень нужны, чтобы сделать классный продукт, которому другие люди захотят быть причастными. И это все будет работать на вас и на них. Вот так. Спасибо большое за ответ. Так, вижу еще под руку. А, Кать. Потом, вот да, молодой человек там еще. Добрый вечер. Меня зовут Екатерина. И вы сейчас сказали про то, что все режиссеры перфекционисты. И про Total Control. У меня вопрос. Есть ли какие-то еще про деформации, которые у вас сейчас в жизни из-за работы режиссером? Конечно. Надо понимать, что профессия режиссера – это добровольная диктатура. То есть я объясняю, что это такое. Рядом со мной находится большое количество людей, которые добровольно признали меня лидером. И они говорят, его мнение безоговорочно правильное. Мы идем за режиссером. Все говорят, да почему, давай так. Режиссер говорит, нет, мы идем к дуплу. Мы идем мимо мишени. Мы идем к дуплу. И все идут за ним безоговорочно. Это безоговорочная, это добровольная диктатура. Я приехал играть в КВН. И мы ставим музыкально-домашнее задание про богатырей. И я там не режиссер кино. Я там друг и сокомандник. И рядом со мной пять человек. И я высказываю свое мнение. Я говорю, слушайте, мне кажется, эта шутка не смешная. Давайте ее вырежем. Они говорят, нет, это смешная, мне нравится. И второй говорит, мне тоже нравится. И третий говорит, мне тоже нравится. Классная шутка. Почему здесь диктатура не добровольная? Понимаешь? Профдеформация. Я себя ловлю на этом. Я такой, ого. Режиссер полез из меня. Понимается, эмоции. Почему я сейчас буду всех убеждать? Я такой, эй, стопе, стопе. Ты же не на съемочной площадке. Это же мои друзья. У них у всех есть свое мнение. Они все творческие люди. Они хотят эту шутку оставить. Не хотят ее, в конце концов, сыграть. Это вообще не моя шутка. Оставь их в покое. Поэтому это, конечно, очень важно. Тут еще знаете, какой момент? Вот еще очень важно. Это, наверное, не имеет отношения к профдеформации, но я могу поделиться таким опытом. Очень важно, когда вы будете работать, заниматься любимым делом, я надеюсь, отдавайтесь этому процессу по полу. По-настоящему. Есть такая блестящая лекция у Михаила Чехова. По-моему, в каком-то американском институте он рассказывал про любовь к профессии. Что такое любовь к профессии? Он читал лекцию на эту тему. Блестящая лекция. Если у вас есть возможность, найдите ее в интернете. Михаил Чехов про любовь к профессии. Там буквально страниц 10. Но это очень важно, что я хочу сейчас сказать. Когда вы будете заниматься любимым делом, постарайтесь каждый день этому делу уделять внимание по-настоящему. По-настоящему. Прямо отдаваться этому. Потому что если вы там будете недобирать, этот недобор будет внутри семьи работать как деформация. То есть если вы начальник, и вы недоработали, вы придете и внутри семьи будете добирать это, быть начальником внутри семьи. Будут страдать все, там, муж, дети. Поэтому здорово там реализовываться профессионально и приходить домой уже не в этой шапочке. Вот мне тоже понадобилось время, чтобы этому научиться. Да, вот здесь еще, ребята. Спасибо, да. Там вот еще была рука, вот давно. Ну ладно, давайте девушка сначала. Я видела вас, помню. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Даяна. Я бы хотела узнать, вы как человек, который полностью погружен в процесс создания фильма, каким образом происходит отбор актерского состава? И как человек, который никогда не участвовал в кино, может попасть в него? Смотря, что вы хотите конкретно делать. Вот смотрите, например, возьмем такую метафору, супермаркет. Вы приходите и говорите, хочу в супермаркете что-то делать. И вам зададут вопрос, где вы хотите работать? На кассе, быть супервайзером, смотреть за продуктами, или в каком-то цеху выдавать продукт, или заниматься погрузкой, отгрузкой. Что конкретно вы хотите делать? Здесь надо четко разобраться. Просто прийти, это как сказать, я хочу работать в банке. А что конкретно-то там делать? Может быть, вас заставят еще полы там мыть. Что, кстати говоря, тоже неплохо. И иногда может быть очень полезно для ослабления своего эго. А вот, например, если вы хотите быть актрисой, предположим, сниматься, у вас очень хорошая внешность, вы можете сниматься актрисой, и вполне у вас большие шансы. То здесь нужно понимать, что у этого должно быть профессиональное подкрепление. То есть нужно либо сходить на какие-то курсы, либо знание своего тела через хореографию. Потому что для артиста тело – это инструмент. Тело – это инструмент, чтобы выразить эмоции. Ведь артист что делает? Он в достаточно подлинной, органичной форме должен выразить ту или иную задачу эмоциональную. Сыграть горечь, гнев, радость. Это подкреплено какими-то словами, какой-то целью. Он чего-то хочет, добивается чего-то. Но так или иначе, все связано с тем, что он либо в той, либо в другой краске добивается своей цели. Или не добивается. Поэтому знание себя, то, как вы выражаете эмоции, там, а как я вообще грущу? Я какая, когда грустная? Обаятельная или не очень? Или я, когда гневаюсь, а я какая? Я вообще свой гнев знаю, или я всю жизнь себе запрещаю гневаться? И когда надо будет на съемочной площадке сыграть гнев, то вы можете уже и не знать его, и заплутать в этой задаче. А режиссер будет ждать от вас этого проявления, а вы не справитесь с этим. И тогда вы будете недовольны собой, вам будет стыдно, а съемочная группа поймет, что надо актрису или актера менять. Поэтому для того, чтобы там проявиться, было бы неплохо где-то на курсах, или на обучении, или занимаясь с персональным тренером, что тоже возможно, себя понять. Понять свои эмоциональные проявления. Как я смеюсь? Какой у меня вообще смех? Он как бы как звучит с точки зрения голоса? Он обаятельный, злой? А какие у меня зубы при этом? То есть себя изучить, это очень важно для артиста. Себя знать. Какие у меня глаза? Как я смущаюсь? Я вот как смущение буду играть, когда ко мне подойдет молодой человек и скажет, например, я тебя люблю. Растерялась? Смутилась? Как я это делаю? Если это подлинно, по-настоящему, если это именно в твоей особенной краске, это будет просто пушка. Потому что с точки зрения актерства было уже все, кроме того, как это делаешь ты. Было все. И гнев играли миллиарды раз, но никто не видел, как ты это делаешь. Поэтому это может быть интересно. Для этого себя надо изучить. Актеры, популярные актеры становятся популярными, потому что они очень просто и очень естественно выполняют свою задачу. Все. Это очень сложно, это очень простая и очень сложная одновременно профессия. То есть простая в том, что, конечно, не надо там мешки на плечах носить. Я как бы об этом, что мешки там с гвоздями не надо на спине носить. Но в то же... И это интересная работа. И всегда играешь. Как в детстве. В детстве же мы всегда любили играть. Вот посмотрите на детей. Они всегда играют. Ко мне дети подбегают. Пап, давай играть. Давай играть. Давай играть. Они всегда хотят играть. И актерство это тоже играть. Не зря это называется играю. Это тоже игра. И на самом деле любая профессия, если научиться к любой профессии подходить играючи, это очень сильно питает энергией человека. Человек играючи выполняет любое действие, он не устает вообще. Потому что он все время подпитан. Все время его процесс присутствия все время подпитывает. Все время неосознанно его подпитывает энергией. А когда человек заморочен, он так очень тяжел, он все время что-то пытается сделать, он очень устает. Он будет очень уставать. Потому что уже нет игры, нет ребенка внутреннего. А первый ваш вопрос был про... Напомните, пожалуйста, я ответил как по пасеке, но... А первый вопрос про создание фильма... Я там формулировку упустил сейчас. Каким образом происходит отбор актерского состава? А, да, я понял. И насколько сильно вы как бы участвуете? Как вы находитесь такого человека, как бы... Вот он сыграет. Да. Во-первых, есть кастинг-директор, то есть есть кастинг-директор, который... Это тоже профессия в кино. Кастинг-директор, он знает рынок. То есть он знает специалистов. Очень просто. В России, ну, наверное, 300 тысяч актеров. Из них проявленных ну, 15 тысяч. Суперзвезд 300. Там особенных 10. Самый крутой все время меняются 1, 2, 3. Кастинг-директор знает примерно 1100 артистов. Он их просто знает. Налицо по фамилии. Где-то он их видел в театре, в кино, на кастингах. Примерно знает. И это тоже отдельная профессия, когда кастинг-директор, читая сценарий, видит сразу конкретных артистов там. Он приходит к режиссеру со списком и говорит, роль в ременских музыкантах кошка. у меня к тебе 15 артисток. Вот они. Посмотри, пожалуйста, кто отзывается. Режиссер говорит, так, эту знаю. Нет. Эту знаю. Хорошо, пусть приходят на пробы. Эту не знаю. Тоже пусть приходят, познакомлюсь. И вот так по списку. Затем приходят артисты, режиссер с ними работает. Отправляется сцена или две сцены отправляется заранее за несколько дней. Артист учит эти сцены и приходит на встречу с режиссером. Это может быть вот такая комната. Здесь стоит камера, оператор, кастинг-директор, режиссер. Может быть партнер, с кем играть диалоговую сцену. А может быть и без партнера. Может быть сам режиссер сыграть или кастинг-директор побросать слова. И мы записываем этого артиста прямо. Пишем. Может вообще прямо на айфон. Прямо на айфон пишем и все. И потом после этого режиссер отсмотрев все пробы принимает решение кого взять. То есть он отсматривает там 5-6 самых лучших. Я прям принимаю решение. Это очень непросто. Я сижу вечер и прям выписываю плюсы одного минуса. Иногда так прям. А иногда прям не могу выбрать и этот хороший. удача на стороне этого человека. Все. И мы его приглашаем. Но все равно волей судьбы Бога эта роль его нашла. И он в этом фильме оказывается. Это непростой путь для артиста. И артисты часто ходят на пробы. Много проб, чтобы хоть куда-то попасть. Артистов очень много на самом деле. Вот так. Хорошо. Да, вот там несколько раз видела руку. Очень хочу передать слово. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Павел. Сейчас достаточно популярен сериал. Вот мне в первую очередь хочется у вас спросить, смотрели ли вы его. Сериал называется «Слово пацана». Да, я видел. Я видел 5-6 серий. Мне хотелось бы узнать ваше мнение по этому сериалу. Я считаю, что это очень качественная работа. Я считаю, что они, я думаю, не думали, что будет такой эффект. И они сделали сейчас очень хороший ход. После, в титрах, если вы заметите, после фамилии режиссера, они показывают QR-код, который можно отсканировать для всех людей, кто столкнулся с подобной проблемой сейчас. То есть, они эту историю перевернули создателям. Молодцы. То есть, они сняли сериал про гопников 90-х, не думая, что он так мощно выстрелит, он очень сильно выстреливает в негативном ключе. То есть, он поднимает такие в нас эмоциональные пласты, которые, ну, в людях сейчас, которые просто боятся с этим сталкиваться. И поднялось очень много негатива, потом очень какой-то кто-то встал на защиту этого сериала, и страна разделилась на две части. Одни считают, что это хорошо, другие считают, что это плохо. Лично я считаю, что это хорошо, потому что я люблю и считаю, что нужно сталкиваться со своими страхами. Я не тот человек, который от страха убегает. Есть три формы столкновения. Это идти в страх, замереть или убежать. Три возможности действия. Я тот человек, который в страх идет, потому что я считаю, что это испытание. Поскольку я мужчина, мужчине испытания нужны для роста. Замереть это тоже испугаться, а убежать это трусость. Поэтому мне кажется, что это хорошо для того, чтобы люди, которые носили эту злость, эту обиду или неуверенность относительно этих моментов, или многие люди до сих пор с этим сталкиваются сейчас, они не знают, что делать. И в конце шестой серии появился этот QR-код, где какие-нибудь женщины, у которых шапку сняли в Улан-Удэ где-нибудь, понимаешь, что делать. Они в полицию позвонили, а полицейские ага-ага-ага, что-то покивали, что-то записали и все. Она боится теперь по улицам ходить. Она тоже, наверное, не знает, как QR-код применить, но, допустим, ей там кто-то подсказал. Она позвонила туда и как минимум получила психологическую поддержку. Ее поддержали психологически и дали ей какое-то спокойствие или уверенность, что с этим делать вообще. Или какую-то юридическую поддержку в отношении с полицейскими. Что конкретно сказать, кому конкретно позвонить. Мне кажется, это хорошо. Поэтому я выступаю в целом за то, чтобы этот сериал был популярным. и нам показал, что у подобной проблемы есть решение, а ребятам многим показал, что так делать просто не надо. Что жить так не нужно, что такой путь он приведет либо в тюрьму, либо к наркотикам очень быстрой смерти. И человек не сможет прожить свою жизнь, к сожалению. Еще же знаете как? Это же на самом деле это же очень просто. Вот я человек верующий, и я верю в Бога. Бог что он сделал? Он создал нашу планету за 7 дней. За 6 дней и 7 день отдыхал. Он создавал, то есть он строитель, он объединял, он все объединяет. Вот все, что объединяется, это все от Бога. А все, что разъединяется, это все от противников Бога. Ну, то есть мы примерно сами понимаем, кто главный противник Бога. Не хочу даже называть это имя. Вот. И когда люди делят улицу, бьют морды друг другу и разъединяют друг друга, это от противника Бога. а Бог всех объединяет. Вот это хороший наглядный пример, как не надо туда идти, а нужно жить с Богом в сердце, и тогда все будет хорошо. Спасибо за ответ. Так, я хотела сейчас задать еще один свой вопрос, потом передам вопрос снова вам. немного хочу вернуться к тематике нашего института. Кстати, хорошо, спасибо большое за вопрос. Думаю, у многих был этот вопрос на языке, на самом деле, многие хотели спросить про этот сериал, а ты это озвучил. Спасибо. Вопрос такой. Думаю, что IT-технологии проникли и в кино тоже, и очень-очень сильно. Вот подскажи, пожалуйста, где, в каких профессиях смогут найти ребята, которые занимаются IT-технологиями сейчас, если дальше они выберут путь кино? Ну, очень мощный департамент компьютерной графики. Компьютерная графика. Специалисты, делающие компьютерную графику, их, они просто жизненно необходимы. У нас такое большое количество компаний, которые делают компьютерную графику, и вот у моего товарища, у него хорошая компания, очень крупная компания CGF, и оттуда такое большое количество специалистов, которые там делали там фильмы Марвел, и там и Человека-паука, и там Спайдермена, там, и, то есть, на самом деле в России огромное количество таких компаний, и они все, им всем нужны специалисты IT-технологий. Разработки новых программ, разработки каких-то вот, вот даже надо понимать, что в бременских музыкантах всего 2226 кадров, 2226 кадров, то есть, мы сняли 2226 кадров, из этого получился фильм, то есть, по сути, 2226 фотографий, как будто они все движутся. Из них 680 кадров, это кадры, в которых есть компьютерная графика. Над каждым кадром работает один человек. Ну, может быть, один человек взял себе пять кадров, один там десять кадров, но в целом сложный кадр достается одному человеку, и он прям с ним работает бывает месяц. И такие люди очень нужны, и у них очень хорошие зарплаты, очень высокие зарплаты, и они прямо на вес золота в нашей стране. Люди, которые придумывают новые технологии, использование искусственного интеллекта, вот сейчас это просто, ну, это сейчас там столько льгот, столько каких-то нюансов поддерживающих государством, опять же, высокие зарплаты, ну, не знаю, мне кажется, это вообще суперкрутая профессия, и если вы этим увлечены, если вы этим увлечены, убежден, что у вас большое будущее. Максим еще. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, меня зовут Максим. Привет, Максим. У меня есть вопрос, скажите, есть ли режиссеры, которых вы цените, и если да, то какие? Ну, это большая плеяда советских режиссеров, я очень люблю советских режиссеров, Рязанова, Данелию, я очень люблю Никита Сергеевича Михалкова за его работы, родня, среди чужих, чужой среди своих, утомленный солнцем за этот фильм он Оскар получил, фильм 12, он был номинирован на Оскар, у нас в Советском Союзе просто огромное количество любимых советских режиссеров, встать хоть на сантиметрик рядом, я просто мечтаю, просто чтобы вот чуть-чуть хотя бы мизинчиком прикоснуться, я просто мечтаю, и я очень люблю свою профессию, и уделяю ей большое количество времени, энергии, для того, чтобы когда-то мои дети сказали, пап, ты молодец, ты крутой режиссер, и мы любим твои фильмы, вообще у меня, конечно, есть мечта, чтобы какой-нибудь мой фильм, желательно не один, показывали каждый год 31 декабря в 8 вечера, и вся страна смотрела этот фильм, и он этот фильм дарил им много любви, много любви, вдохновения, желания жить, желания творить, вот, мне очень хочется, чтобы Деда Мороза, может быть, дай бог, твоими устами, а? Да, это-то не так важно даже, смотрят телевизор, не смотрят, это сейчас не так важно, это просто сам, понимаешь, сам факт, сам факт, 31, кстати, по-любому, такое ощущение, что люди все равно смотрят телевизор, салаты делают, дома находятся, 31, смотрите, традиция, как будто смотреть телевизор, у меня вот телевизора дома нет, так я включу планшет, и все равно включу первый канал, он фоном просто будет, там, новогоднее настроение, там, как бы, это все равно, ага, две минуты осталось. Да, у нас встреча подходит к концу, я, наверное, хотела бы спросить такой последний вопрос, очень простой, не знаю, подскажи, пожалуйста, Леш, а кем ты станешь, когда вырастешь? Можно я переформулирую вопрос? Я вот своих детей этому учу, не подумай, что я хочу научить сейчас чему-то, я просто, но детей я имею право учить своих, я им говорю, дети, никогда себе такой вопрос не задавайте, кем я хочу быть, чем вы хотите заниматься? Чем вы хотите заниматься, когда вырастете? Потому что, когда вы чем-то занимаетесь, вы станете тем, кем вы хотите быть. А если вы этим человеком будете, но будете заниматься без любви к своему делу, или будете заниматься другим делом, это будет иллюзия и обман. Я хочу заниматься точно, я хочу заниматься созданием масштабных, больших, невероятных историй. Надеюсь, это будет в киноязыке, надеюсь, это будет в форме, в формате фильмов. Я увлечен своей профессией, и мне очень нравится моя профессия, она безгранична, я до конца жизни не смогу ее освоить. И я, наверное, хотел бы просто быть настоящим и заниматься тем, чем мне хочется заниматься в тот период времени, когда я себе этот вопрос задаю. Но ставить себе установку, что я вечно такой, это тоже, я считаю, форма омрачения ума это как бы границы и шаблоны. Чем меньше границ, чем меньше шаблонов, тем ум гибче, яснее и честнее. Поэтому, возможно, через 20 лет, когда мне будет 60, я буду заниматься вообще другим и мне будет это очень нравиться и я буду очень этим увлечен. И я помню прекрасную песню «Любить так любить, стрелять так стрелять». Делать просто по-настоящему и до конца. Спасибо большое. Сегодня с вами был Алексей Нужный. На этом мы заканчиваем.